Прекрасное создание сельского искусства рядом с разрушенным универмагом. Это вокзал Гагры, станция Гагры на въезде в Гагры. Тут надо отдать должное. Идет реконструительные работы. Видите, побелили, восстановили все, поставили фонари и поезды приходят. Приходят из Сочи, из Москвы, и дальше на Сухом. Сторона, которая располагается ближе к Сочи, здесь речка проходит. Смотрите, сейчас она пересохла, конечно. Это как раз Жайкверское ущелье. Самое красивое считается в Гаграх. Величие Гагр Советского Союза напоминают вот такие брельефы. Так красиво смотрится на фоне гор. Туннель уходит туда в гору. Темно. И вот отсюда, через тоннель, поезд выходит на эту станцию из тенны в сверху. С этой платформы отлично видно здание разрушающегося Жайкверского универмага. Здесь идут установительные работы лестницы, которая будет вести посетителей железнодорожной станции. Тут все радует, тут все делается. Вот в этом здании, видимо, был зал ожидания и место покупки билетов. В продолжении утреннего видео мы с сыном поднялись в башню, которая, видимо, являлась и смотровой за приходом поездов, и за кассой. Касса там внизу. Я не любитель заброшек, но в Абхазии без них себе уже сложно представить. Она без заброшек не такая эпичная. Все заброшки с такими видами на море, на джунгли, на красивые места. Рядом со станции идет такая пробка, которая вот в горную часть Гагра. Пройдемся по ней. Зайдем со стороны гор на нервмаг. Многие считают, даже рассказывают, что это результат военных действий. Нет, к сожалению, это результат бездействия людей. Ранее, как рассказывают наши родители, все здесь работало. На нервмаге даже были разноцветные коктейли, что было искренне необычно для времен Советского Союза. Большое количество разных магазинчиков, мороженое, кафе, даже танцплощадка. Время превратило это место в уникальную заброшку, которая захватила зеленое наслаждение, на которой даже на крыше растут деревья. Дорога ранее вела к замку графа Альденбургского, принца Альденбургского, который построил, по сути, Гагра, делав из болота курорт. Дорогу перегружает забор. Вроде бы как там ведут восстановительные работы, но чуть по-другому здесь написано. Частная территория. Поднявшись по еще одной лестнице выше, мы видим, что действительно там какие-то работы проводят. Такая пугающая надпись. Исключаю то, что мы полезем через забор. Там какие-то большущие собаки ее охраняют. Вот это все, что нам удалось увидеть с земли. Попробовать еще по этой горной тропинке пройти до какого-нибудь там окошечка. Ну, зачем нам встреча слабая имя? В бетоне ступени, как в завещей следы, как собаки баскалили у Артура Конона на доле. На универмаг, перейдя дорогу, я попадаю в парк. Собственностью тем же принцем Вальденбургским и развитых уже во времена Советского Союза. Такая уникальная мозаика здесь располагается. Мозаичный заберин. Это проявление такого постмодерминизма советского в исполнении Вальдова, тогда еще советского, грузинского архитектора Дураба Террителя. Видел грузинские, армянские мультики 70-х, 80-х. Поймут, как все это пересекается с той стилистикой. Это все необычно. На самом деле, конечно, чем хороши такие великие государства, как Советский Союз, Российская Интерия, у них в архитектуре, в скульптуре, в искусстве был свой стиль. Этот стиль был разный. Этот стиль, как оказывается теперь, был неповторимым. Входим через мозаичный лугеринт и выходим на набережную. И вот он, прекрасный берег великолепного и теплого Черного моря, который привлекает миллионы туристов в место с таким красочным названием, сказочным Гагры. Это остатки старинной крепости Абаата. Второй век нашей эры, 11-19 века, ее разрушил принц Родненбургский, но частично оставил. Здесь же есть вот такой старинный храм. Маленький, необычный, в стилистике, абхазская такая храм-крепость. Храм действующий, но чтобы в него войти, нужно быть соответствующим одетым. Мужчина, шорты ниже колен, женщина, покрытая голубой. А вот и Невермак напротив. Храму больше тысячи ливен. Невермак даже десятилетия в нормальном состоянии не провел. На станцию, которую я снимал буквально полчаса назад, подходит уже фирменный московский поезд. Повершаю сегодняшние съемки видом ЦУМа и красивого фонтана, не работающего. Так, как его видят сейчас жители и гости Гагр, которые находятся на этой стоянке. Пока ждем завтрака, я подойду к расположенному на фоне старому вокзалу, отрошенному. Зелень, это такое экзотическое зрелище, он представляет еще. Вот, кстати, он. Смотрите, как экзотическому выглядит на фоне пальм, гор, облаков, которые сейчас вместе с потенциальным дождиком спускаются к морю. А вот и море, и одна из основных мозаичных туробатеретелей. Гигантские монументальные здания строились во времена Сталина. Считается образцом сталинской архитектуры. Сюда, на этот перрон, раньше прибывало абсолютное большинство отдыхающих в Гагре. Для того, чтобы, выйдя с поезда, сразу же насладиться видами прекрасного Абхазского Черного моря. Эти вазоны раньше украшали цветы. Сейчас все это украшается только граффити. Разруха, созданная людскими руками. Это не просто станция, это настоящий вокзал. Перрон вон как далеко уходит. Здесь параллельно могли одновременно находиться до 15 вагонов. Сейчас здесь также проходят московские, сочинские поезда. Обратите внимание, что тогда заботятся не только об архитектуре, но и об оформлении самой территории. До сих пор вот эти вот деревья, красивые, растут здесь. Шикарные советские барельефы. Здесь раньше висели люстры. Все поснимали, поворовали. Полы начинают уже проваливаться. Латки тоже развалились. Может быть, когда-нибудь все это будет восстановлено. Это будет музей к тому прекрасному времени, когда все это было создано. Когда миллионы людей имели мечту, поработать на прекрасную страну и приехать отдыхать всегда. Великолепная Гагра.